Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге великие музеи мира. Работа театральной маски. Второй век. Мозаика. Высота 74,6. Искусство античной театральной маски достигло высшей точки развития в эллинистическую эпоху. Появление данного атрибута имело свои причины. Во-первых, в театре дозволялось играть лишь мужчинам, а по ходу пьесы появлялись женские персонажи. Так возникла потребность в визуальном воплощении этих образов с помощью масок. Во-вторых, огромные размеры римских театров и позволяли рассчитывать на ясное понимание зрителям мимики актера, с помощью которой передаются эмоции. И на помощь вновь приходили маски. Причем порой их приходилось менять во время одного монолога. В-третьих, чтобы представление воспринималось максимально ясно с большого расстояния. Использовались катурные обувь на очень высокой подошве, наподобие современной на платформе. Капиталистская мозаика представляет собой замечательный образец искусства, как мозаики, так и маски. Для выполнения главного предназначения олицетворять разные, как правило, диаметрально-предположенные душевные состояния. Маски соединялись в пары мужская и женская, трагическая и комическая. Именно в таком виде они стали символом театра, во всяком случае европейского. На данном произведении изображены маски, стоящие на цокле стен, образующих угол. Насколько это возможно передать мозаику. Они смотрят в разные стороны. Это подчеркивает их психологические различия. Трагическая маска изображает женщину с большими глазами и широко открытый ртом. Комическая и мужская. В ней радость, как и положено, преувеличена. В таком случае, как известно, физиогномические черты начинают походить на те, что характерны для противоположных эмоций. Например, не всегда можно понять, человек смеется или плачет. Лоза и ягода и винограда на голове мужской маски указывают на образ Диониса, с которым, собственно, и связывается рождение античного театра. Ну, вот такое описание работы театральной маски «Второй век», «Мозаика». Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова